Есть что-то, о чем ты не рассказываешь мне? Что, например, что прикончила своего мужа? А ты сделала это? Нет, нет, но спасибо, что спросил. Однажды рыбаки на пляже Вирджиния заметили темный чемодан, который мирно покачивался на воде в Часапикском заливе. Что бы вы подумали, увидев такой предмет? Хотя о чем я? Ничего хорошего, конечно. И это правильно, потому что содержимое этого чемодана впоследствии повергнет в ужас рыбаков, полицию и, пожалуй, всех жителей данного региона. Я думаю, что роман на стороне не то же самое, что лишение жизни. Впрочем, страшнее жуткой загадки чаще всего бывает только ее разгадкой. Ты клянешься, что не делала этого? Да. Жизнями своих детей? Потому что я за тебя, я с тобой. Чемодан, замеченный в воде рыбаками, конечно, был выловлен и вскрыт. Я не знаю, что они ожидали там увидеть. Может быть, ценные вещи, запрещенные вещества, деньги, в конце концов. Не так уж велик перечень артефактов, которые кто-либо мог бы постараться скрыть в воде при каких-то неоднозначных обстоятельствах. Но в нем оказались две ноги белого мужчины. Шесть дней, полтора километра от места страшной находки, и в руках полицейских оказался еще один чемодан. Внутри нашли пять мешков для мусора, в которых были упакованы части человеческого туловища и руки. И, наконец, на соседней пристани третий чемодан с останками. Полицейские Вирджини и Бич тщательно осматривали каждую находку. Вне всяких сомнений, кто-то остановился на мосту и швырнул все три багажных кейса из одного комплекта серо-зеленого цвета за край этого самого моста. Кроме поверхностного осмотра, копы сделать больше ничего не могли. Останки уже начали разлагаться в воде. И надеяться они могли только на качественную судебно-медицинскую экспертизу. Первой целью стало попытаться определить, кто именно стал жертвой столь чудовищного преступления. Без идентификации пострадавшего следователи не смогли бы продолжить расследование. В таком случае им пришлось бы просто надеяться, что рано или поздно кто-то заявит о пропаже человека, и они смогут сопоставить этот случай с тем, что они нашли в этих чемоданах. Судмедэксперт оперативно заказал вскрытие, сделал все возможное, чтобы получить отпечатки. И пропустил их через компьютерную базу данных. Совпадений нет. Между тем, следователи, превозмогая свои чувства и эмоции, пытались зафиксировать все возможные улики и факты. Например, они обратили внимание на то, что внутри и на чемоданах практически не было следов крови. Безусловно, они изрядно намокли. Но кейсы погружались в воду менее чем наполовину, в силу наличия пластиковых элементов, не позволяющих им уйти на дно. То есть, над поверхностью воды возвышалась ощутимая часть каждого из них. И соответствующие следы и пятна могли сохраниться хотя бы частично. Отсюда вывод. Умерший истек кровью прежде, чем оказался в этих чемоданах. Что для обывателя не очевидно, для копа верный знак. Некто действовал холодно и расчетливо, постаравшись сделать все, чтобы его псевдобагаж не вызвал подозрений у возможных случайных свидетелей. Результаты вскрытия показали множественное огнестрельное ранение. Одно в спину, второе в голову. Третий выстрел пришелся на живот. Две пули удалось найти в останках. Калибр 38. Еще одна ценная подсказка нашлась в чемодане с головой почившего. Видимо, этому палачу было неприятно видеть лицо своей жертвы. И он попытался скрыть его, обернув голову одеяло. Судмедэксперт проявила внимательность, стоящую высшей похвалы. Потому что именно этот предмет в будущем станет одной из важнейших улик в деле. Женщина прочла текст на этикетке одеяла, поискала производителя в интернете и обнаружила, что изготовила его компания, которая сотрудничает с больницами и поставляет в них все принадлежности подобного типа. Понимаете ли, вероятность того, что кто-то мог иметь их продукт просто у себя дома, являлась крайне низкой. Образцы ДНК жертвы внесли в государственные и национальные банки данных. Когда совпадений не обнаружили, следователи прибегли к хитрости. Они в сотрудничестве с судмедэкспертами смогли создать эскиз восстановленной, насколько это возможно, конечно, головы почившего. Уровень стресса у всех причастных к делу зашкаливал, и причиной тому послужила объективно немыслимая жестокость этого неизвестного маньяка. Да, в США действительно высокий уровень преступности, но тут просматривалась длительная и серьезная подготовка, спланированная чем-то явно больным и воспаленным умом. Какой-то садист высадил в человека три пули, после разрезал его на части. Дождался, чтобы останки стали максимально обескровленными. Упаковал все это в мусорные пакеты, три чемодана и сбросил с моста в воду. Подвело злоумышленника лишь непонимание основ физики и те самые чемоданы, при изготовлении которых давно применяется пластик и водоотталкивающие материалы, что в комбинации с высокой плотностью воды делает их практически непотопляемыми. А еще довольно редкое одеяло, которое нельзя просто приобрести в магазине. Никто в полиции не мог допустить, чтобы некто, способный на подобное, просто разгуливал на свободе. А потому правоохранители использовали все возможности, чтобы не дать делу покрыться пылью и кануть в лету. Они опубликовали эскиз и стали ждать. На рисунке лицо получилось круглым, несколько раздутым. Вместе с тем, тот факт, что в деле участвовали судмедэксперты, давал следствию большую надежду на аутентичность изображенного и то, что кто-то узнает в этом фотороботе жертвы своего знакомого. Попытка вполне себя оправдала. Супруги Райс, которые проживали в Чесапике, штат Вирджиния, обратились в полицию и сообщили, что, вероятно, на эскизе их друг Уильям Магуайр. Эти люди нерешительно соглашаются взглянуть на фотографии останков жертвы. Чего им это стоило, известно только Богу. Но они взяли себя в руки, сделали усилия над собой и дали полиции четкий ответ. На фото, без сомнений, Уильям Магуайр. Дабы не отвлекаться в дальнейшем, сразу уточню. Билл является таким же полноценным вариантом сокращения имени Уильям в Штатах, как и куда более очевидный Уилл. Почившего родные и близкие звали именно Биллом. И мы со всем уважением к его памяти не станем искажать имя, с которым он прожил свою недолгую жизнь. 39-летнего Уильяма друзья описывали как хорошего, доброго парня, любящего мужа и отца двух замечательных мальчишек, в которых он души не чаял. Как и в своей жене Мелани. Супруги гармонично дополняли друг друга и сумели создать прекрасную семью. Детектив Рэй Пиккел тут же связался с женой погибшего Мелани. Но сразу после того, как стало известно об опознании ее мужа, полиция узнает о крайне странном факте. Заявлений о пропаже этого человека в полиции не обнаружено. Мелани Магуайр сразу же оказалась в центре внимания следствия. Что еще более удивительно, Мелани, узнав о том, что с ней хочет пообщаться полиция, сама перезвонила детективу Пиккелу и сказала, что она может встретиться с ним в офисе своего адвоката. Это удивило всех причастных к расследованию. У женщины пропал муж, его нашли в таком вот виде, а супруга не бьет тревогу, а торопится к адвокату, узнав о случившемся. Впрочем, разговор состоялся и несколько остудил пыл правоохранителей. Мелани рассказала, что ее отношения с Уильямом в последнее время были натянутыми. Недавно, 28 апреля 2004 года, они наконец заселились в новый дом в городе Вудбридж, штат Нью-Джерси. Однако даже это событие супруги не праздновали, поскольку их брак трещал по швам и вряд ли что-то могло его спасти. Они устали в тот день и просто пошли спать. Между двумя и четырьмя часами ночи они оба проснулись и, оказавшись один на один вне поля зрения своих детей, сразу же начали спорить о новом доме и сыновьях. Ссора, по словам Мелани, закончилась ужасно. Муж засунул ей в рот скомканный край простыни, пытаясь заставить жену замолчать. И ушел, заявив, что именно из-за нее дети никогда больше не увидят своего отца. Миссис Магуайр тогда действительно видела мужа в последний раз. В тот же день Мелани подала заявление о запрете приближения на своего мужа. Еще через месяц, а если быть точным, за день до того, как с ней попытался связаться детектив Пикел, она съехала из дома и подала прошение о разводе. Копии обоих заявлений в тот же день были на столе у Пикела. Мелани в них заявила о словесных оскорблениях и даже применении силы, как по отношению к ней, так и к двум маленьким детям пары. Также во время беседы Леди намекала, азартные игры мужа, возможно, свели его с некоторыми сомнительными личностями. Она предлагала полиции поискать его машину в Атлантик-Сити, куда ее почивший супруг часто ездил, чтобы поиграть в местном казино. Пикел не верил вдове. Он наблюдал за этой дамой во время разговора и понял, что она усиленно пыталась выжать из себя слезы. Но глаза женщины даже не увлажнились. Выслушав историю Мелани, детективы спросили, есть ли у нее такой же комплект багажа. И она сказала, что нет. Следователи начали обыск в теперь уже опустевшем доме Магуайров. Это место, последнее, где Билла видели живым. Когда служащие полицейского управления Вудбриджа, штат Нью-Джерси, вошли в это жилище и осмотрели его, они ничего не нашли. Вместе с тем, их визит все равно стал полезным. Он показал, что супруга Билла приложила много усилий, чтобы все очистить. Пикел был изумлен и сказал, «С этого пола можно есть. Настолько он чистый». Конечно, женщина работала в больнице. И такая щепетильность в уборке могла быть вполне характерна для нее, как для любого медика. Но зачем так стараться, вымывая словно операционный дом, который ты покидаешь? Хотя Мелани Магуайр стала главной подозреваемой, следователи не могли связать ее ни с какими доказательствами. Поэтому они усиленно искали новые улики, стараясь ничего не упустить из виду. Когда детективы попросили Мелани показать личные вещи Билла, женщина сообщила им, что уже отдала их совершенно незнакомому человеку. Одному из тех, кто помогал ей при переезде. Она упаковала одежду мужа в большие мешки для мусора. И следствие сразу увидело в этом шанс найти какие-то улики. Ведь части почившего были также упакованы в аналогичные пакеты. Следователи посовещались с судмедэкспертами, и те заверили их, что у них есть возможность сопоставлять номера партии мусорных мешков, определять, на каком оборудовании изготовили пакеты, что за материалы использовали, идентична ли их плотность и другие показатели. Конечно, подтверждение идентичности пакетов не могло служить стопроцентным доказательством вины Мелани. Ведь это обычный бытовой товар, который находится в свободной продаже и буквально в каждом доме. Но в данный момент следствие получило бы косвенное доказательство ее вины. Без особого труда полицейские нашли парня, который получил в дар вещи Билла. Мешки изъяли и отправили на анализ в Техас вместе с найденными прежде в кейсах с останками. Там ведущий поставщик коммерческих пластиковых пакетов проведет обширный анализ улик. Но результаты придут только спустя несколько недель. И пока следователи всерьез задумывались о том, что еще они могут предпринять в ожидании итогов экспертизы, Мелани словно сама дает им подсказку. Внезапно она меняет свою историю о багаже. Ранее она говорила, что подобного комплекта у нее никогда не было. Теперь же вдруг заявила, что кажется, он мог принадлежать ей. Детектив Пиккел понял, это сделала Мелани. И она хочет подстраховаться на случай, если в каком-то из чемоданов найдут ее волос. Например. Но не будем забегать вперед. Спустя месяц после начала расследования нашли и машину Билла. Автомобиль находился у казино в Атлантик-Сити. И закономерно его вскоре эвакуировали на штрафстоянку по просьбе руководства заведения. Следователи проверяют этот игровой дом и общаются с местными служащими. Они быстро выяснили, что у Магуайра нет больших игровых долгов. За пять лет он приезжал в Атлантик-Сити около 30 раз. Его игровые записи указывали на то, что он прослыл здесь абсолютным победителем. Мужчина действительно играл в удовольствие и был везунчиком. Тем временем машину Магуайра прочесывали в поисках улик. В бардачке нашли пузырек с розовой жидкостью без этикетки. Коврики и все поверхности внутри автомобиля сверкали от чистоты, как и дом, обследованный правоохранителями ранее. Конечно, выглядело все это крайне подозрительно. И ответ на все вопросы наших исследователей обнаружили тут же, в портативном пылесосе из багажника авто. Внутри оказались крошечные кусочки разорванной плоти. Они были едва ли не микроскопическими, но существенно больше, чем те частицы, которые человек способен потерять естественным путем вследствие процесса обновления кожного покрова или его нездоровой сухости. Полиция теперь знала, что Билла, должно быть, перевозили в машине. Они проверили камеру наблюдения на парковке отеля, но видео оказалось в настолько низком качестве, что понять, кто находится за рулем, не представлялось возможным. В ожидании результатов экспертиз множества улик, которые на практике нужно ждать порой неделями или и вовсе месяцами, следователи выбирают приоритетные направления для работы. У них по-прежнему не было орудий, которые использовал преступник. Как минимум, им следовало найти пистолет, из которого осуществили три выстрела, и пилу. Реестры оружия в Нью-Джерси сверили с кругом друзей и родственников Магуайра. Совпадений не нашлось. Очевидно, присутствовал риск, что Мелани, или пока неизвестный следствию подозреваемый, мог получить его в другом штате. Тогда детективы решают в первую очередь подать запрос в реестре Пенсильвании. Этот штат находится недалеко, и главное, там очень просто получить оружие. Фактически, вам просто нужно иметь чистое прошлое и водительские права, или другие документы, выданные в Пенсильвании. И бинго! Всего за три дня до смерти мужа Мелани Магуайр поехала в Пенсильванию за пистолетом Таурус 38-го калибра. Пули того же калибра обнаружили в теле Билла Магуайра. 26 апреля, примерно в 15.10 по восточному времени, Мелани Магуайр появилась в очень маленьком оружейном магазине в отдаленном уголке Истона, штат Пенсильвания, и купила пистолет. Документы женщина подделала и указала, что проживает в восточном Страутсбурге, штат Пенсильвания. Следствию было очевидно, что это отнюдь не дьявольские сплетенные совпадения. Но мотив детективам оставался неясен. Они общались со многими друзьями этой семьи, приятелями погибшего, и все они описывали его как любящего семьянина и искренне удивлялись обвинениям Мелани. Конечно, абьюзивные отношения не редкость, но разве смог бы человек скрывать свои негативные черты от окружающих настолько долго и умело? Чтобы выяснить возможные мотивы женщины, детективы обратились за помощью к ее друзьям. И Джим Финн, один из них, согласился сотрудничать. Есть что-то, о чем ты не рассказываешь мне? Что, например, что я прикончила своего мужа? Я думаю, что роман на стороне не то же самое, что о лишении жизни. У Мелани развивался тайный роман с врачом по имени Брэдли Миллер. Доктор Миллер был одним из ее коллег, и, что очень важно, человеком, которому она доверяла. К радости следователей, Брэдли также согласился сотрудничать со следствием. Миллер действительно очень хотел помочь Мелани. Так ты не знаешь, где он? Нет, я не знаю, где он. Просто лучшее, что можно сделать, это выдать его им и показать, что он не был применен для... Ты знаешь. Я имею в виду, что должен быть способ доказать, что ты не вовлекалась в это. Они в принципе не хотят предполагать такого или слышать. В конце разговора Брэдли стал сам сомневаться в искренности Магуайра и задал ей прямой вопрос. Ты клянешься, что не делала этого? Да. Жизнями своих детей? Потому что я за тебя. Я с тобой. Да. Но внезапно Мелани признается Миллеру в кое о чем еще. Она говорит ему, что была в Атлантик-Сити. В ту ночь, когда там остановили машину Уильяма. Якобы вечером, 29 апреля, она решила поехать в Атлантик-Сити и попытаться найти своего мужа. Домой женщина вернулась на такси, так как очень устала, чтобы везти автомобиль самостоятельно. На следующий день, отдохнув, она снова вызвала такси и поехала туда за своей машиной. Детективы понимали, Магуайр просто испугалась того, что кто-то видел ее у казино или в городе, и придумала версию на этот случай. Точно так же, как изменила историю о чемоданах раньше. К слову, это не единственная странность. Рассказывая о том, что она делала 4 мая доктору Миллеру, то есть ровно за день до того, как рыбаки обнаружили первый кейс на воде, Мелани сообщает, что ездила за покупками в Делавер, в магазин мебели. Зачем? Супруги только что переехали в новый дом за 500 тысяч долларов. Ее муж применил жестокость к ней и уехал. Она получила запретительный судебный приказ, покинула жилище, и именно тогда она решила поехать в Делавер за мебелью. Делавер находится на пути в Вирджинию, где, по мнению исследователей, Мелани собиралась сбросить останки с моста. Достаточно было лишь единожды остановить машину и незаметно достать из багажника три чемодана. Информация, полученная в ходе телефонного разговора доктора Миллера с Мелани Магуайр, бесценна. Полиция убедила другого друга Мелани Джима Финна снова поговорить с ней. Этот разговор также был записан. Есть что-то, о чем ты не рассказываешь мне? Что, например, что прикончила своего мужа? А ты сделала это? Нет. Нет, но спасибо, что спросил. Что же, ты осмелишься винить меня за это? Я считаю, что иметь отношения втайне от мужа – это не то же самое, что лишить его жизни. По-моему, ты врешь. Что, прости? Извини, я думаю, что ты лжешь мне. Твой голос только что стал очень тихим. Потому что я в своем офисе. Я сделаю что угодно для тебя. Джим, Джим, я не делала этого. За всеми этими разбирательствами и попытками улечить Мелани с помощью ее друзей, следователи не заметили, как пролетело время, и, наконец, начали приходить такие долгожданные результаты экспертиз. Первыми стали итоги тестирования черных мешков для мусора. Они состояли из одних и тех же полимеров. Это переработанный полиэтилен низкой плотности. Оба образца мешков были изготовлены на одном и том же экструдере, в специальном автомате, с помощью которого делают пластиковые пакеты. Затем последовал анализ микрочастиц плоти, найденных в пылесосе в багажнике машины Уильяма. Это его плоть. Следовательно, человек, который перенес эти частицы на коврик машины, а после убрал их пылесосом, находился в комнате, когда Билла Магуайра разрезали на части. Он вымыл и убрал все, но не догадался переобуться. Наконец, выяснилось, что даже медицинское одеяло, обернутое вокруг головы Уильяма, связано с производителем, чью продукцию используют в больнице, в которой работает Мелани. Тут важно отдать должное судмедэксперту, которая обратила внимание на бренд на этикетке, а после сочла важным донести эту информацию до следствия, когда узнала, что жена погибшего работала именно медсестрой. Ее внимательность подарила детективам крайне важную и весомую улику. Отдельного внимания также стоило финальное заключение команды судмедэкспертов, которые долгое время исследовали останки жертвы. Они пришли к выводу, что это сделал медик, человек, который очень хорошо разбирается в анатомии человеческого тела. Ноги отделили по суставам, кости не задеты. Например, не имею желания вдаваться в подробности, дабы не травмировать кого-то, но абсолютно также аккуратно и правильно, с медицинской точки зрения, выполнили все разрезы. Доктор Миллер был исключен из числа подозреваемых. Он сотрудничал со следствием, и в течение всего расследования детективы не увидели ни единого намека на возможность вовлечения мужчины в преступление. Осталась только Мелани, получившая образование медсестры и работающая по специальности в клинике по лечению бесплодия. 2 июня 2005 года, почти через 13 месяцев после обнаружения первого чемодана, Мелани Магуайр арестовывают и обвиняют в причастности к смерти ее мужа. Она, в свою очередь, не признает себя виновной. Даже после ареста Мелани поиск улик не прекращается. Детективы полагают, что доступ к ее компьютеру позволит получить больше информации. И они не прогадали. История поиска содержала компрометирующие поисковые запросы в интернете. Мелани интересовалась ядами, которые трудно обнаружить в теле, как купить пистолет в Пенсильвании и многим другим. В тот же день, когда женщина купила оружие, она искала в интернете мощное успокоительное средство под названием хлоралгидрат. Это вещество в комбинации с алкоголем приводит к тому, что человек, употребивший такой коктейль, очень быстро теряет сознание. Следствие обнаружило, что Мелани покупала хлоралгидрат в аптеке, расположенной в двух километрах от детского сада, который посещали дети Магуайров. Препарат продается по рецепту. И, конечно, у женщины он был. Она сама себе его выписала, украв на работе бланк и подделав подпись доктора Брэдли Миллера. Позже выяснилось, что розовая жидкость, найденная в бардачке машины жертвы, и есть тот самый препарат. Цепочка выстроилась сама собой. Мелани купила хлоралгидрат в аптеке рядом с детским садом ее детей. Позже, в тот же день, Магуайры приехали в их новый дом и решили отметить покупку. Билл любил красное вино, и Мелани разбавила его данным препаратом. Хлоралгидрат. Он очень быстро переваривается, даже если у человека не самый быстрый метаболизм. Потому тесты ничего не обнаружили. На следующий день Мелани увела детей из дома, прежде чем выпустить три пули в своего мужа. А затем принялась его резать. Скорее всего, она сделала это в душевой кабине в ванной комнаты. Она выждала время, чтобы кровь изо всех частей тела стекла тут же, и она смогла смыть ее водой. Сложила останки в мешки для мусора, а их распределила по чемоданам. Эти кейсы позволили ей перенести мужа в машину, не привлекая внимания. Кроме того, в ином случае она бы просто не смогла его поднять. В ночь с 3 на 4 мая Мелани поехала к мосту через Чесопикский залив, где чемоданы были сброшены с моста и ушли в воду, как ей казалось. Доказательств уже накопилось более чем достаточно. Но еще предстояла битва в зале суда между решительным прокурором и умной и красивой обвиняемой, которая совсем не похожа на злостного садиста. Прокурору требовалось убедить не одного судью, а всех присяжных. 5 марта 2007 года Мелани Магуайр вошла в зал суда. Первой задачей обвинения стала борьба с привлекательной внешностью и положительным общественным имиджем обвиняемой. Многие люди просто не могли представить ее тем монстром, которым она являлась. В перерывах обвиняемая всегда болтала с репортерами и представителями газет. Выглядела она прекрасно, словно человек, который абсолютно точно уверен в своей невиновности. После шести недель дачи показаний в суде, стороны обвинения и защиты завершили излагать свои доводы. Всего было выслушано 83 свидетеля. За ними последовали аудиозаписи звонков, множество заключений судебно-медицинской экспертизы, сопровождаемые фото и видеоматериалы, демонстрирующие все найденные улики. Некоторые вещественные доказательства находились прямо в зале суда. И все, причастные к расследованию, могли увидеть их лично. Обвинение наработало огромную мощную базу. И как ни старалась защита, ей не удавалось быть столь же убедительной в глазах присяжных. Слово оставалось за последним. Жюри совещалось около 14 часов в течение трех дней. 23 апреля присяжные вынесли свой вердикт. Мелани Магуайр признана виновной по делу своего мужа и приговорена к пожизненному заключению. В сентябре 2008 года Магуайр подала апелляцию, которая была отклонена в административном порядке. И даже не рассматривалась, поскольку Мелани не предоставила надлежащие документы в установленный срок. Казалось бы, произошло торжество правосудия. Но никакая мера наказания для Мелани не вернет Билла его друзьями с сыновьям. Чего хотела эта женщина? Чтобы Билл исчез из ее жизни и она смогла строить отношения с Миллером, ничего при этом не теряя при разводе? Только ей и Богу известно. Что ж, на этом все. Берегите себя и своих близких, будьте добрыми и помните, безнаказанных не бывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!